Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я какая-то странная, с одной стороны хочется отношений, с другой стороны как-то страшно. Наверное, было бы легче сначала выйти замуж, но и брак меня тоже пугает. Гражданский брак пугает ещё сильнее. Почему так? Ну, смотрите, статус здесь следующее. Во-первых, нужно сразу сказать, что когда и если человеку хочется отношений, то ему хочется чего-то. То есть человеку хочется чего-то в отношениях. Хочется реализовать какую-то проблему. Хочется решить какую-то проблему. На мой взгляд, это не про отношения, на мой взгляд. Это скорее про ряд потребностей, о которых мы можем говорить. То есть, например, это потребности в безопасности, это потребности в любви, это потребности в значимости, своей собственной значимости и так далее. То есть, то, что вам хочется отношений, это определённая потребность, определённая, ну, какая-то, знаете, может быть проблематика, скажем так. И это следует, конечно, отделять, на мой взгляд, от желания что-то делать, к примеру. Вот, то есть, не нужно эти вещи путать, не нужно эти вещи смешивать. Когда нам чего-то хочется, то есть, когда мы вот чего-то хотим, то само собой мы понимаем, что мы от этого зависимы. И если мы от этого зависимы, то мы можем, ну, мы можем само собой угодить, скажем так, угодить в определённую ловушку. Ну, скажем так, несвободы, да? Вот. То есть, мы в этом смысле можем быть несвободными. И именно поэтому, как мне кажется и как мне представляется, вы испытываете тревогу. То есть, вы боитесь. То есть, вы боитесь. То есть, понимаете, что вам что-то, ну, вам что-то будет угрожать, скорее всего. И вот отсюда ваше состояние. Человек готов, скажем так, поступиться своими личными границами. Для того, чтобы получить, например, то, что он хочет. И вы знаете, что вы готовы поступиться личными границами. То есть, вы знаете, что, ну, в отношениях вы можете занимать вот эту позицию, когда вы становитесь зависимы, когда вы уступаете и так далее. И отсюда страх, отсюда чувство угрозы и так далее. То есть, отношения вообще ковара выстраиваются все-таки немножечко на других основаниях. Они выстраиваются на основаниях такого желания, наверное, в первую очередь. Что-то делать. А у вас есть потребность. Ни в коем случае не аномальная, ни в коем случае не неправильная. Вот. Но потребность что-то для себя вот получать. И крайне желательно увидеть, что вам хочется. Крайне желательно увидеть, что вам нужно. Крайне желательно зафиксировать это. И реализовать, прежде чем мы будем говорить о выстраивании отношений. Потому что сейчас речь идет именно о том, что в отношениях вы уже можете быть, скажем так, ну, в какой-то такой, ну, проигрышной что ли, проигрышной ситуации. Вот. И поэтому вы таким образом, вот через страх, вы себя защищаете. Вот. Естественно ли это, да. Но, на мой взгляд, вы себя обманываете. На мой взгляд, вы сейчас не отношений как, ну, как таковых хотите. Вот. А, на мой взгляд, сейчас вы, вы просто пытаетесь, вот, решить некую свою проблему. А в отношениях не желательно решать свои проблемы. Потому что они могут не решиться, человек может не захотеть решать ваши проблемы. И это, в принципе, ну, вполне естественно и нормально. Вот. А вы, как бы, останетесь, вот, ну, скажем так, в некоторой, вот, ну, в некоторой своей реальности, да, в некоторых своих конфликтах и все. Как-то так. Ну, и опять же, на мой взгляд, не так важно, почему, сколь важно, что вы с этим будете делать. То есть, причины зачастую не столь важны. Имейте, пожалуйста, это в виду. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду благодарен за обратную связь по нему. Это позволит вам начать работу над собой и сформулировать основные постулаты для психотерапии. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Удачи. Удачи. Продолжение следует...